Нередко в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда необходима консультация специалиста, который поможет решить насущные проблемы и при этом остаться на стороне закона. В сегодняшнем выпуске вы узнаете. Что делать, если купленный товар не подошел? Можно ли сдать его обратно в магазин или поменять на аналогичный, подходящий по размеру? В эфире первый выпуск программы «Право каждого» на телеканале «Видное ТВ». Мы начинаем. Мария – поклонница стильной обуви, деловые ботфорты, элегантные сапоги, ботильоны для прогулок. В этот раз она решила приобрести туфли на корпоратив. С размером понравившейся пары помог определиться продавец-консультант. Мария примерила туфли и поняла, что они превзошли все ожидания. Высокий каблук, хорошая посадка. Девушка не стала искать альтернативу, а сразу отнесла товар на кассу. Добрый день. Продеваем туфли? Да. Мария расплатилась за товар картой. Чек я кладу вам в коробочку. Две недели обмена возраста не нужны. Убой, три фирмы, гарантия по праву. Девушка отправилась домой с новой парой туфель, где обнаружила, что пара оказалась на размер больше нужной. Что делать? Удастся ли сдать неподошедший товар? В этом вопросе мы разобрались с ответственным за работу по защите прав потребителей в консультационном пункте Светланы Михайловны Пискаревой. Светлана Михайловна, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности. Я являюсь специалистом консультационного пункта. Главной задачей консультационного пункта является оказание помощи в написании досудебных претензий и исковых заявлений в суд. Кроме того, мы оказываем по телефону консультацию по вопросам защиты прав потребителей. Обратиться можно, если у вас какие-то, у кого-то есть проблемы, по телефону 8-496-69-218-91. Мы поможем вам. Сегодня нам понадобится ваш профессиональный взгляд. Наша героиня столкнулась с неприятной ситуацией. Сможет ли она вернуть неподошедшую пару в магазин? Да. Согласно статье 25 закона защиты прав потребителей, она имеет право вернуть обувь в течение 14 дней. Но чтобы она имела товарный вид, ярлычки были сохранены, она имеет право поменять на новую обувь. На другую пару обуви, может быть, даже другой марки. А расскажите, что входит в перечень невозвратных товаров? Есть перечень товаров, утвержденная постановлением правительства, в которые входят медицинские товары, предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика, товары, которые измеряются в метрах, например, ткани, ленты, тесьма, кружева и так далее, швейные трикотажные изделия, пластиковые товары, контактирующие с пищей, бытовая химия, пестициды, мебель, ювелирные изделия, транспорт, бытовая техника и электроника, оружие, запчасти, патроны к нему, животные и растения, непериодические издания, то есть книги, брошюры. Скажите, что делать, если необходимо сдать неподошедший товар, а чек был утерян? Можно сослаться на свидетельские показания. Что значит свидетельские показания? Свидетельские показания – это когда потребитель приобретает товар и при этом присутствуют знакомые, родственники, какие-то люди, которые могут подтвердить продажу товара. Продавец должен принять эту информацию или он все равно может не оформить возврат? Нет, он обязан принять. Но есть пожелание такое, что все-таки при покупке сохранять товарные чеки, кассовые чеки, чтобы в дальнейшем не было проблем. Может ли потребитель взять не аналогичную пару взамен той, которая не подошла, а попросить просто вернуть деньги? Он только имеет право расторгнуть договор в том случае, если на момент заявления его, что у него товар не подошел, отсутствует этот товар в магазине. Тогда он имеет право расторгнуть договор и получить денежные средства. А если товар на данный момент есть в наличии в магазине, то он не имеет права получить деньги. Если пара была не ношена потребителем и он возвращает ее день в день, но консультант все равно отказывается принять товар, что делать? В этом случае надо написать претензию обязательно на юридическое лицо этого магазина, досудебную претензию, в котором все указать. Согласно, что в статье 25 они обязаны взять и отправить эту претензию по Почте России заказным письмом с уведомлением. Если в течение 10 дней продавец или исполнитель не ответит на вашу досудебную претензию, то за вами остается право подавать исковое заявление в суд. Спасибо вам большое за интересную беседу. Пожалуйста. Что помогли нам. Проконсультировавшись со специалистом, Мария вернулась в магазин, где приобретала туфли, чтобы совершить возврат неподошедшей пары и купить обувь подходящего размера. Что, не подошло что-то? К сожалению, нет. Все-таки великоватая она. Да. Сотрудник магазина помог Марии оформить возврат неподошедшей пары. Доставайте карту, которую вы оплачивали. Мы делаем возврат. Денежки вам вернутся прямо сейчас. Мария приобрела ту же пару, но уже подходящего размера. Теперь она пойдет на корпоратив в новой, удобной обуви, но впредь будет внимательнее выбирать товар. Если вы не знаете, как поступить в непростой ситуации, и вам необходим взгляд профессионала, мы сможем вам помочь. Это была программа «Право каждого». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин